Добрый день, уважаемые участники 7-го Международного форума по педагогическому образованию. Это ожидаемое событие, и оно сейчас начинается. Традиционно все 7 лет пленарное заседание открывает наш ректор. Академик Ильшат Равкатович Гафуров. Хотела бы сказать, что в 2011 году, когда мой родной вуз, Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет и Лабужский государственный педагогический университет присоединили к Казанскому государственному университету, сказать, что мы испытали шок, не сказать ничего. Потому что мы не видели будущего, нашего будущего в стенах Казанского государственного университета. Мы думали, что все, 2011 год – это конец предобразованию в Татарстане. Но эти печальные предчувствия не оправдались к нашему счастью. Потому что ректор Казанского государственного университета, а сегодня Казанского федерального университета уделяет самое пристальное внимание вопросам педагогического образования. И эти программы, программы педобразования стали наиболее востребованными в нашем университете. Поэтому традиционно наше пленарное заседание со своим докладом открывает наш уважаемый ректор Ильшат Равкатович Гафуров. Пожалуйста, Ильшат Равкатович. Спасибо большое за такую подачу материала. Как говорят, после такого представления можно сказать, Бигзур Ахмат на всех языках. Большое спасибо и сойти со сцены. Тем не менее, вы знаете, уважаемые коллеги, вот здесь все выступающие с этой трибуны говорили о интернет-образовании. Но иногда интернет тоже дает сбои. И вот только что вступило приветствие нашего министра образования науки, Олега Николаевича Фалькова. Тем не менее, вот зная, что уже мы перешли к основной части, я позволю себе тезисы основные все-таки зачитать. Ну, поздравляю с началом работы с 7-го международного форума по педагогическому образованию. И здесь говорится все добрые слова в наш с вами адрес. Самое главное, что отмечается, что для Министерства образования и науки России важно, что в повестку форума вошли не только прикладные вопросы цифровизации и применения IT-инструментов, но и выделен отдельный блок для рассмотрения вопросов развития инклюзивного образования, а также ряда других новейших технологий, влияющих на обучение и общество в целом, отвечающие на вызовы сегодняшнего дня. Уверен, что ИФТ-2021 подтвердит статус ведущей международной площадки по педагогическому образованию, будет способствовать созданию механизмов взаимодействия по обмену опытом между отечественными и иностранными экспертами, работающими в области подготовки учительских кадров. Сотрудничество, передача знаний и выработка совместных решений помогут сделать образование в наших странах и мир лучше. Желаю вам успешной работы и новых научно-образовательных открытий. Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Николаевич Фальков. Полный текст, я думаю, на сайте форума мы опубликуем. Спасибо. А сейчас разрешите перейти к теме моего доклада. Название вы видите на экране. Знаете, уважаемые коллеги, выступая на предыдущих форумах, я неоднократно подчеркивал роль педагогического направления в повышении качества образовательных систем. Об этом же также с этой трибуны только что говорила и уважаемая Елена Ивановна. То есть показательно, что именно этот сегмент находится в последние годы в фокусе образовательной политики многих стран мира, в том числе и нашей страны. Казалось бы, политики, ученые, практики уже смогли определить стратегию и векторы реформирования подготовки учителей на ближайшую перспективу, но многое изменило пандемию. Человечество в очередной раз оказалось в состоянии неопределенности и с каждым днем мы все отчетливо осознаем, что эффекты пандемии выходят далеко за пределы сфер эпидемиологии и медицины. Это также уникальная социальная проблема, в рамках которой встают вопросы индивидуальных интересов и коллективного блага, дискриминации и равенства образования и воспитания, восприятия риска и принятия долгосрочных политических решений, способных объединить наше общество. На педагогическое образование в этой связи возлагается особая ответственность, так как его основной задачей является подготовка нового поколения учителей, способных работать в условиях современных вызовов, быстро и адекватно реагировать на любые риски и внешние воздействия. Это требует не только кардинальной трансформации технологий и коммуникации в процессе обучения, формирования нового понимания безопасной среды, но и серьезного обновления философии и теории образования. Это неизбежно повлечет за собой появление новых или модернизацию уже существующих образовательных концепций, а также модели и технологии подготовки учителей. Многие из них будут основываться на цифровом или виртуальном форматах обучения, которые уже сейчас, как вы знаете, мы стараемся внедрять в свою практику. Показательно, что ведущие страны мира стали еще больше ориентироваться на развитие сбалансированных и устойчивых образовательных систем, способных быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Мы в Казанском университете положили именно эти идеи в основу своей новой концепции развития педагогического образования в рамках стартующей в 2021 году государственной программы, которая называется «Приоритет 2030». Ее основная цель – это создание модели исследовательской ориентированной подготовки учителей. Этим задачам будет также посвящен сегодня доклад приглашенного профессора нашего университета и профессора университета Оксфорда Йена Ментора. Пользуясь возможностью, я хотел бы поблагодарить его за продуктивное сотрудничество с нашим университетом. В своем докладе я в большей степени останавливаюсь на характеристике потенциала нашего университета в достижении этой цели. Напомню, что в процессе реализации предыдущей государственной программы глобальной конкурентноспособности, так называемой в России проекта 5 ТОП-100, мы стали единственным участником, выдвинувшим педагогическое образование в качестве одного из своих приоритетов. Еще 10 лет назад никто не ассоциировал Казанский федеральный университет с подготовкой учителей. Более того, до 2015 года многие считали, что в результате присоединения к нам педагогических вузов сфера образования в регионе вообще будет уничтожена. Об этом ярко только что выступая с этой трибуны, Роза Алексеевна говорила о своих чувствах, ожиданиях. Но раньше она об этом не признавалась, поэтому нужно было именно это сделать на форуме, чтобы мы больше еще начали обращать на это направление внимание. Однако сегодня мы входим в число крупнейших центров по подготовке учителей в стране, обучая более 10 тысяч студентов по всем программам и уровням высшего педагогического образования. Более того, у нас ежегодно проходит повышение квалификации порядка 9 тысяч действующих учителей. На сегодняшний день наш университет является единственным высшим учебным заведением в России с массовой подготовкой учителей, не просто представленных в ведущих мировых рейтингах, но и входящих в топ-100 лучших университетов мира в предметной области образования. Добавлю, что Казанский федеральный университет первым попал в эту почетную группу в 2020 году, а в 2021 в нее вошли также высшие школы экономики и Московский государственный университет. Важность таких достижений заключена в повышении престижа российского образования на международном уровне, и мы надеемся, что в ближайшие годы наша представленность в ведущих рейтингах будет только расти. Кейс Казанского университета по реформированию подготовки учителей, включая многочисленные образовательные инновации, оказались интересными для наших зарубежных ученых. Особого внимания заслуживает инфраструктура педагогического образования нашего федерального университета, который мы создали за эти годы. По сути, сейчас это полный насыщенный цикл, который обслуживает процесс подготовки учителей. Наряду с решением образовательных задач, объекты инфраструктуры представляют собой полноценные научно-экспериментальные площадки для исследовательской работы. В этом проявилась еще одна положительная сторона развития педагогического образования в рамках крупного университетского комплекса. Это позволило нам максимально приблизить научную деятельность к образовательной практике, сконцентрироваться на исследовании актуальных проблем школьного и вузовского образования. Все элементы инфраструктуры, которые были представлены на слайде, являются составной частью нашего университета. Это не базовые школы или детские сады или клиники, это все один единый университетский комплекс. Показателями нашего продвижения в этой области стали объективные наукометрические показатели, я имею в виду показатели продвижения в области исследований. Они также представлены здесь на экране. Прежде всего, я должен сказать, мы учитываем только здесь представлены только те данные, которые входят в базу данных Scopus и Web of Science. Они уже соответствуют по качеству, количеству и цитируемости, например, уровню университета в Хельсинки или Свободного университета Берлина. И сейчас мы стараемся ориентироваться на модели развития ведущих исследовательских университетов в области образования, таких как Оксфорд, Гарвард и Кембридж. Безусловно, это очень амбициозная задача. Но я должен сказать, если мы будем ставить амбициозной задачей, то продвижение в реализации поставленных целей обязательно будет успешным. Практически в каждой стране мира подготовка учителей осуществляется большим количеством различных учебных заведений, отличающихся не только по размерам основной специализации, но и потенциалу, ресурсам и приоритетам деятельности. При этом их подавляющая часть главным образом ориентирована на образовательные задачи регионального рынка труда и не имеет необходимых условий и ресурсов для решения серьезных научных проблем. Это типичная ситуация. Но в каждой стране имеется несколько ведущих университетов, определяющих образовательную политику, содержание программ-исследовательскую повестку в национальном масштабе. Как правило, это всемирно известные университеты, показатели которых убедительно подтверждаются их репутацией, наукометрикой, именами крупных ученых. Подобная структура существует и в нашей стране. Традиционно к ведущим центрам педагогической науки мы относили наших грантов Московский педагогический государственный, Московский государственный психолого-педагогический университет и, конечно же, Российский государственный педагогический университет имени Герца. Последние годы к ним присоединились ряд крупных многопрофильных вузов, в том числе Казанский федеральный университет, Высшая школа экономики, Московский городской педагогический университет, да и крупные исследования в этой области проводятся в стенах Санкт-Петербургского государственного университета и Московского государственного университета. Представляя Казанский федеральный университет, я хотел бы подробнее остановиться на опыте его формирования в качестве исследовательского центра в области образования. В этой связи отмечу, что мы изначально осознавали свои преимущества как большого многопрофильного университета, выражавшийся в наличии широкого круга научных направлений, позволяющих наладить разностороннюю исследовательскую деятельность на стыке образования с другими науками. Междисциплинарный подход способствовал повышению актуальности и значимости исследований в области образования, открыл уникальные возможности для включения в процесс изучения образовательных проблем представителей более значительного числа научных направлений. Не секрет, что обычно коммуникация между ними затруднена из-за структурной разобщенности, приоритета собственных задач, проблем междисциплинарного взаимодействия. Однако в рамках общей стратегии развития научных исследований в КФО мы создали мотивационные механизмы для формирования междисциплинарных команд в форме научных лабораторий, центров превосходства, финансируя их за счет различных источников – федеральных, региональных, собственных средств. Также такое финансирование возросло более чем в три раза за последние годы. Безусловно, этому способствовали ресурсы проекта 5 ТОП-100, позволившие привлекать новые проекты в качестве лидеров и соисполнителей ведущих наших зарубежных и российских ученых. Финансированию предшествовала экспортная работа по выявлению наиболее перспективных заявок в результате в течение нескольких лет в КФО сформировалось несколько междисциплинарных исследовательских групп. Я должен сказать, групп мирового уровня, достигших значительных научных и практических результатов. Многие из них развиваются на принципах конвергентных технологий, то есть предусматривают тесное взаимодействие информационно-коммуникационных, биотехнологических и когнитивных составляющих. Приведу лишь некоторые примеры. Научно-исследовательская лаборатория под названием «Интеллектуальные технологии управления текстами» изучает проблемы оценки сложности учебного текста методами квантативной лингвистики. Руководитель профессор Марина Солнышкина. Научно-исследовательская лаборатория «Клиническая лингвистика» и «Центр патологии речи», занимающийся созданием лингвистически валитных инструментов для диагностики когнитивных функций и речевого статуса у детей дошкольного и школьного возраста. Руководитель Елена Горобец. Ряд совместных исследований наших педагогов, медиков, дефектологов, психологов, лингвистов, физиологов оформился в научный проект под названием «Комплексная реабилитация детей с расстройствами аутического спектра», который мы планируем реализовать на базе собственного детского сада под названием «Мы вместе» для детей с расстройствами аутического спектра. Руководитель доцент Ирина Нигматуллин. Центр миграционной педагогики нашего университета реализует исследовательский проект под названием «Технология комплексной экспертизы школьного климата в контексте культурного разнообразия». направлено на решение актуальных для современного мира проблем руководители, приглашенный профессор из Соединенных Штатов Америки Дина Бирман и наши доценты Резида Хайрудинова и Челпан Громова. Только членами названных исследовательских проектов опубликовано за последние три года более 110 научных статей в международных журналах, в том числе 53 в первых и вторых квартирах. Реализуется целый комплекс проектов, связанных с цифровой трансформацией нашего образования. Они базируются на методах анализа больших образовательных данных, анализа социальных сетей, нейросетевого анализа видеопотока для исследования вовлеченности студентов при дистанционном обучении, методах проектирования цифровых образовательных средств. Результатом этой работы стало и то, что Казанский университет получил право разработки проекта обновленной общефедеральной образовательной программы по профилю учитель математики, информатики и информационных технологий, которая будет учитывать самые современные требования к школьным педагогам этих предметов. В настоящее время ученые нашего университета участвуют в более чем 30 крупных международных сетевых исследовательских проектах, как правило, инициированных профильными научными ассоциациями. Эти ассоциации ежегодно организуют свои представительные конференции, которые являются сейчас своеобразными мировыми центрами научной коммуникации. На большинстве из них установлен жесткий экспортный отбор, определяемый актуальностью, уровнем и качеством исследования. Отратно, что наши ученые регулярно получают приглашения на ведущие конференции, где зачастую являются редкими представителями нашей страны. И вот в приветственном слове одна из руководителей ассоциации уже озвучила приглашение, которое мы получили с большим гаком, там аж в 2024 году конференция будет, но мы уже получили на нее приглашение. Самое главное – дожить до этой конференции. Значимость сравнительных исследований заключается в том, что они позволяют сопоставить российские процессы в образовании, а у нас есть свои особенности, с международными трендами, и зачастую предугадать некоторые тенденции, которые приходят в нашу жизнь. Традиционно такие проекты имеют высокий статус в мировом научно-педагогическом сообществе и публикуются в журналах с высокой репутацией и ведущих международных издательств. Обычные сетевые исследовательские проекты инициируются ведущими учеными, представляющими наиболее известные университеты мира и приглашение, которое всегда было для всех нас престижным. Всемирной ассоциацией исследований в области образования был поддержан проект ученых нашего университета под названием «Глобализация и педагогическое образование странах БРИКС» позиционирование исследований и практики содействия интеграции университетско-школьных систем. За что хочется с этой трибуны сказать им огромные слова благодарности. Эта новая международная исследовательская сеть будет координироваться профессором Розы Вареевой и приглашенным профессором Йеном Ментором, о котором я уже говорил. На основе достигнутых результатов мы переходим к новому этапу в организации исследовательской деятельности в рамках программы «Приоритет 2030». Принимая во внимание, что педагогический блок занимает сейчас в нашем университете почти 20% в общей структуре, мы ставим задачу вовлечь в полноценную исследовательскую работу в сфере образования большое число педагогов и психологов, а также представителей других предметных областей. С этой целью мы применяем новые организационные подходы к управлению научной активностью наших сотрудников. В частности, мы провели паспортизацию всех исследований ученых университета в области образования. Ее можно назвать и «Карты научных проектов всех преподавателей, связанных с педагогическим блоком». А это почти 600 наших сотрудников. Каждый паспорт унифицирован по структуре, что дает возможность администрации, заведующим кафедрами, а самое главное – коллегам увидеть реальную картину научной работы каждого преподавателя. Для администрации и заведующих кафедрами это важно с точки зрения персонифицированной мотивации профессионального роста сотрудников каждой политики, кадровой политики, для коллег, для налаживания продуктивного взаимодействия и взаимопомощи. Мы часто говорим об индивидуальных треках при подготовке наших студентов, но вот в то же время иногда забываем учитывать индивидуальные треки развития собственных педагогов. В настоящее время в процессе создания находится специализированный сайт, посвященный педагогическому образованию в мире и России. Его структура представлена на слайде. На первом этапе здесь будут размещены сведения об ученых нашего университета, паспорта их исследований, приглашение к участию в проектах, полнотекстовые публикации информации о конференциях, полезные ссылки и многие другое. На втором этапе мы пригласим к участию в нашем взаимодействии ученых из других российских и зарубежных университетов. Вы знаете, эта вся работа будет, конечно же, идти параллельно. Просто в докладе я как бы выделил наших университетских ученых, поставил этот вопрос наиболее важным, поскольку не все здесь удается просто делать, особенно если говорить о размещении полнотекстовых публикаций, поскольку иногда журналы этому препятствуют, как вы хорошо знаете, и не так просто все это будет делать. Уже сейчас достигнуто взаимопонимание с рядом международных научных ассоциаций, которые поддержат нас своими ресурсами. Эта система будет работать по принципу ResearchGate, но применительно к проблемам подготовки учителей и позволит с нашей точки зрения сплотить ученых не только российских, но и зарубежных университетов в едином научно-педагогическом пространстве. Завершая свое выступление, отмечу, что мы твердо намерены развивать модернизационные процессы в Федеральном Казанском университете по расширению университетской модели подготовки учителей. Синергетические эффекты позволили серьезно трансформировать подготовку учителей и превратить эту отрасль в одну из наиболее успешных, большом, многопрофильном университете. Надеюсь, что наш локальный опыт будет востребован в масштабах всей страны. Также хочу попросить и поблагодарить вас за... Ну, попросить, чтобы на площадках форума вы нашли возможность обсудить, сделать какие-то замечания, если таковы будут, по нашим проектам. И поблагодарить всех за то, что нашли возможность и приехали в Казань для нашей очной работы. Спасибо большое. И успехов всем. Благодарю вас, Сеша Травкатович. Следующий докладчик у нас будет видео. И я хочу предоставить слово Иену Ментеру. Иен Ментер – бывший президент Британской ассоциации исследований в области образования, почетный профессор Оксфордского университета, а также приглашенный профессор Казанского федерального университета. Он является нашим давним другом и участвует во всех наших проектах. И сейчас тема его выступления, как уже анонсировал Ильша Травкатович, будет посвящена проблеме исследовательно-ориентированного педагогического образования. You are welcome, Ian. Сегодня тема моего исследования посвящена исследованию области педообразования и планирования на основе ценностей в нестабильном мире. Мировое значение педообразования никогда не было более значимо, чем сейчас. В этом мире, где миграция, неравенство, климатические изменения, политическая нестабильность и противодействия происходят повсеместно на уровне правительств и, соответственно, учреждений также в сфере образования, и очень важно понять, какую роль будет играть педообразование и принципы образования в мире для обеспечения устойчивого развития социального и экономического во всем мире. Понимая, что качество образования связано с качеством преподавателей и учителей, очень важно понимать, что педообразование становится ключевым стратегическим направлением в мировом обсуждении. И это очень важно и абсолютно актуально, независимо от того, о какой части мира мы говорим. Все эти соображения, конечно же, усиливаются из-за воздействия текущей пандемии коронавируса. Есть и другие нравственные вызовы, с которыми сталкивается педообразование руководителей и разработчики политического курса. На предыдущих сессиях и форумах я говорил о связи исследований и педообразования, и говорил о британской ассоциации в области образования, и в том числе отчете соответствующих организаций 2013 года. В 2018 году я говорил о профессиональной глобализации, которая влияет в том числе и на систему педагогического образования, и об опыте 12 стран. В 2019 году Мэйш рассказывал об опыте России и Англии, проводив сопоставительные исследования по курсу в области образования, вообще наполнению педообразования. В прошлом году мое выступление было посвящено 21 системе, которая реализуется в Центральной Восточной Европе, и предложил 8 главных вызовов или проблем, которые были предложены в рамках тех вызовов, с которыми мы сталкиваемся, и теми возможностями, которые возникают в рамках процесса демократизации образования. И сейчас я с удовольствием хочу представить работу в конце января этого года, во время пандемии, когда ушел четвертый локдаун, период самоизоляции, я представил текст сборника трудов, и мы полагаем, что этот сборник будет опубликован в августе этого года. Это результат непрестанных усилий работы с моими дорогими коллегами Казанского федерального университета, и в частности профессором Ильшаром Гафуровым, Айдаром Калимулином и Розой Валеевой. Также есть глава подготовлена Елена Рядьякина о условии ее докторского исследования, которое она провела в университете Дублина. В рамках этой презентации я расскажу о той работе, которая была проведена, которая также нашла отражение в этой книге. Я сегодня хочу подвергнуть важность ценностных базисов планирования педобразования и взаимоотношений между педобразованием, исследованием и то, как они реализуются в контексте ценностных показателей. Я буду говорить о связи между исследованием в области педобразования и профессионализмом в преподавании. Кроме этого, я буду говорить, как педобразование развивается таким необычным и чрезвычайно прекрасным образом в Казанском университете. И она предложила несколько основных ключевых ценностей, которые были выведены в рамках этой работы. И в заключении я хочу рассказать или поставить несколько вопросов, которые будут важны для всех нас, как тех, кто готовит учителей, и как для ученых. По мере того, как мы двигаемся и, надеемся, будем двигаться в дальнейшем в более устойчивое и благополучное будущее. И сейчас, говоря об исследовании в области педобразования, в предыдущих статьях я говорил о различных взаимоотношениях между педобразованием и исследованиями в этой области, я говорил, что есть три основных связи, в трех основных контекстах. Это исследования в области педобразования, исследования, посвященные педобразованию, и исследования в педобразовании в междисциплинарном контексте. Итак, первое исследование в области педобразования. Это наиболее распространенный подход к педобразованию, исследования в этой сфере, и он остается по-прежнему очень актуальным, поскольку преподавание представляет собой некое проектное или активное обучение. Есть определенные модели, которые реализуются в своей работе. И когда мы рассматриваем отношения между педобразованием и исследованием, которое проводилось в 2014 году Британская ассоциация в области образования вместе с Королевским обществом искусств, мы говорим, что педобразование и образование оказалось наиболее объективным, наиболее продуктивным. Это форма активного или проблемного обеспечения. Когда требования, которые предъявляются для учителя, это они должны быть учеными, у них должны быть набор необходимых навыков и компетенций для выполнения соответствующих исследований, также иметь потенциал участвовать в подобных исследованиях. Последствия подобных требований состоят в том, что все программы педобразования должны быть ориентированы на то, чтобы эти качества и навыки развивались у будущих профессионалов и у профессионалов. Это одна традиция не только в Великобритании, когда мы... Термин, который был сформирован Лореном Слендхаусом в 1970-е годы, он рассматривал преподавателей как исследователей учебного клана. И многие пошли именно по этому пути. Они считают, что педобразования, исследования в этой области должны быть действительно всеобъемлющим. И одна из ключевых критических подходов к этому стоит в том, что это не только малый масштаб, но и отсутствует некий систематичный подход, системный подход в этой области. Следующая взаимосвязь — это исследования, посвященные педобразованию. Здесь мы отталкиваемся от практики и ищем возможности проанализировать педобразование в обособленном характере. По-прежнему, по-прежнему, недостаточно проработана эта тема. В данном случае мы говорим о том, как программы готовятся и какие последствия они имеют. Этот подход, он очень четко раскрывает, какие мотивы, какие ценности лежат в основе этих политик в области образования, которые подготовятся и потом реализуются. Подобные исследования, конечно же, нужны, и они должны иметь достаточно теоретическую основу и должны иметь, использовать большой комплекс методозик. Один из текущих примеров — это исследование эффективности педобразования, которое было проведено в Австралии большой группой ученых, из нескольких учреждений во главе с ДНР. Несколько сопоставительных исследований в области педобразования также могут быть рассмотрены как хорошие примеры. В области педобразования — исследование практики и политики в Великобритании и Ирландии. Это корзинка справа. Это хороший пример очень ценного труда и сопоставительного исследования, сопоставительного подхода не только в соседних, скажем так, юрисдикциях, для того, чтобы определить различные ценности и понимание подхода к педобразованию и как эти подходы разнятся, и в чем они сходны, и насколько они успешны. И в-третьих, у нас есть исследования, которые затрагивают междисциплинарный контекст. Исследований по педобразованию, конечно же, их не так много, тогда исследований в контексте междисциплинарного подхода их еще меньше. Знаковое значение в социальном и культурном аспекте для любого общества, как я уже говорил и продолжаю говорить. Это теоретически очень важная работа, междисциплинарный характер имеет, и она, конечно же, ставит очень важные вопросы. Исследование в области педобразования связано с тем, что мы намерены понять в более широком контексте это явление, историческом, антропологическом, политическом или с точки зрения социальной теории. Такая работа, конечно, будет очень важна междисциплинарного точки зрения, поскольку она изучает отношения между педобразованием и гораздо более широкими сферами нашей жизни. В Великобритании хорошим примером такой работы является работа Джона Феннелл, которая представлена на слайде, которая выходит за рамки традиционных ограничений системы педобразования. И он смотрит институционально и с точки зрения общества того, что происходило и как взаимодействовало педобразование на рубеже двух веков. Здесь достаточно грубокий анализ представлен, и где педобразование не рассматривается как отдельная или замкнутая система. Также я предложил, что здесь представлен очень важный социоисторический взгляд на педобразование в России и о тех элементах исследования, которые присутствуют здесь, и какой опыт был накоплен именно в области изучения педобразования. Резюмируя то, что я уже сказал, одна из особенностей педобразования, исследования в области педобразования, связан, проводится тем, кто, безусловно, занимается практикой, работой, практикующей преподавателем, но также важен вклад и управленцев в этой сфере. Мы говорим, как важны ценности в принятии тех или иных решений. Исследования, концепции, которые требуют изучения, также и методы, которые должны быть усвоены в проведении подобных исследований. Я считаю, что педобразование представляет приверженность гуманистическим целям, в том числе и уважение, эмпатии, приверженность социально справедливому подходу и улучшению общества. Это основные принципы, включая молодых людей и детей, наших будущих граждан будущего. И какие же главные, на чем сконцентрировано это исследование, которое будет опосредовано этими ценностями. И как мы будем реализовывать нашу приверженность, используя ту или иную методологию, количественную или качественную, в малом масштабе или большом, психологическом, философском, социологическом. Мы можем ожидать, что очень важно уделить внимание о соблюдении прав тех, кто участвует в этом процессе, что они достаточно защищены. И это... This improvement may be in policy and or practice, as may be expected from research in or on teacher education. However, it may also be seeking improvement in our understanding, including our theoretical understanding of teacher education, especially in the outcomes of research around teacher education. In broad terms, then, these reflections point to some of the ethical dimensions of teacher education. В моей собственной работе, включая сборник трудов, который я уже упомянул, совместе с коллегами из Казани, я также хотел поддерживать принципы, такие как более... используя более социологический подход в изучении педобразования, работая с коллегами, разработая совместные проекты, которые имели важное значение. Кроме этого, социологический подход также очень важно принять важность исторического и культурного аспекта, также в разделе социокультурной и социоисторической перспективы. Безусловно, в четвертом сборнике по педобразованию в России социально-исторический аспект преобладает, который мы постарались раскрыть в полной мере, говоря о практике педобразования и исследования этой области в прошлом и в будущем. Кроме этого, в рамках моей работы с Марией Тату мы говорили о исторической размерности, а также мы искали возможности разработать культурный аспект, изучить его достаточно подробно. Также в рамках международной работы с Международной ассоциацией следователей в области образования, это изображение книг справа по тому политическому курсу, который проводится в области образования и педобразования, мы искали возможность понимания металлогических платформ, которые используются и которые опираются на теории Выгодского и также социологической теории Вейзела Бернстайна. Также с учетом экологических аспектов, которые подчеркивают важное взаимодействие на разных уровнях, на макро-, мезо- и микро-уровнях. Таким образом, в первой части моего выступления я говорил о важности ценностей, ценностного компонента и подчеркнул важность исследования области педобразования, какую бы они форму ни приняла. Я постараюсь взять более широкое понимание концепции профессионализма в педобразовании. Здесь я хочу говорить о работе, которая была проведена в прошлом году мной и моей коллегой, Марией Флориш. Важность молодых исследователей и преподавателей, чтобы они были эффективны и профессиональны в своей работе, это, безусловно, поддерживается и педалируется в этой работе. Однако важность исследования в педобразовании ставится под сомнение некоторыми коллегами и рассматривается как некое противоречивое явление. Например, появление культуры проектного или проблемного обеспечения рассматривается, с одной стороны, как инновационное, с другой стороны, как некое проблемное и противоречивое. Оно позволяет определенные напряжения и сомнения относительно того, когда образование и педобразование рассматривается как проблемное обеспечение, определенное несоответствие между учебным планом, то, что на бумаге, и то, как оно реализуется на практике. Как говорила коллега Мария Флориш, то, что происходит в Португалии и программы проблемного обучения не сталкиваются с определенными сложностями, поскольку это требует время и, соответственно, не хватает возможности уложить все подготовку этих компетенций в рамках двухгодичной программы подготовки магистров. И, соответственно, где-то, может быть, не хватает времени на педагогическую практику. И есть определенный риск, то, что мы не хватает описания, эмпириотических описаний. Мэрилин Кокмэн Смит несколько лет назад говорила о проектном или проблемном обучении как кредо в педобразовании. Я считаю, что очень важная работа в области ценностных составляющих. Это очень важно для практиков и для тех, кто разрабатывает соответствующий курс. Здесь я хотел бы перейти к кейсу или к истории Казанского федерального университета. Здесь ориентированы на разработку и моделей научных исследований в педобразовании. И, соответственно, целая глава будет посвящена в сборнике трудов, который выйдет в августе с учетом вклада, конечно же, профессора Гафурова и Калимулина. Слияние нескольких учреждений высшего образования и создание Казанского федерального университета в 2010 году привело к появлению крупного образовательного центра, четвертого крупного центра в Российской Федерации. Принимаю внимание, что несколько педагогических университетов слились в один, и, конечно же, это дало важные возможности для развития в области педобразования с самого начала. Однако потребовалось очень больших усилий того, чтобы создать систему педобразования и вывести это в одно из стратегических направлений, учитывая, что этому направлению необходимо конкурировать с направлением медицины, информационных технологий, наук о земле. И спустя десятилетия, с учетом тех мер, которые были предприняты, мы видим не только рост числа исследователей в области педобразования, но мы видим создание очень важных, отличительных особенностей уникального подхода к педобразованию. Казанский федеральный университет, безусспорно, стал центром превосходства в области педобразования. Очень важно отметить, что успех нарождающейся модели, которая развивается в КФУ, строится на богатой истории, на предшественниях, на предыдущих институтах. И этому посвящена отдельная глава. Мы об этом поговорим, об этом в нашем сборнике. И, конечно же, этого успеха не удалось добиться без мощной ресурсной базы, которая была обеспечена федеральной программой, программой развития федерального университета и, самое важное, российского академического проекта ТОП-5, ТОП-100. Мы выделили пять ключевых факторов, говоря о КФУ. Когда мы говорим о комбинации этих факторов, хочу сказать, что очевидно, почему Казанский федеральный университет добился такого успеха, не только на региональном уровне, но и на всероссийском. Он раскрывает ценности, которые лежат в основе этого успеха. Первое. Это связано с предметными экспертными достижениями. Например, Институт психологии и образования успешно работает с другими подразделениями вузами. Это стало ключевым фактором успеха в подготовке предметных специалистов. И здесь я хочу напомнить отчет Тоннсона, который провел исследование в Шотландии в 2010 году. И он говорил об участии различных специалистов и подразделений университета в реализации программы развития педобразования. Второе. Мы видим отношения со школами в регионе. Насколько развивались эти взаимоотношения, сколько оно стало эффективным. для того, чтобы обеспечить успешную подготовку преподавателей. И это справедливо для других регионов мира. Также мы говорим о создании то, что происходит в США, программы профессионального развития школ. Заимоотношения КФУ со школами, когда они начинают свою практику, которые начинают в достаточно раннем этапе. Кроме этого, создание своих собственных школ КФУ. Школа Бачевского с акцентом, с упором на физику и математику. Мы видим создание детских садов, которые специализируются на детях с особыми потребностями, на детях, например, с аутизмом. Это пример того, как выстраивается иерархия и преемственная система на всех уровнях. Мы видим, как организована вот эта преемственность в предоставлении организации профессионального развития самых ранних и дополнительных ступеней. Не только университет, но и во всем Приволжском регионе. Начальная подготовка, индукция и то, что мы называем 3i в Северной Ирландии, сегодня гораздо более важно, чем когда бы то ни было. С учетом изменений, которые происходят в нашем обществе, и эти изменения происходят очень быстро. Четвертое. Я хочу привлечь ваше внимание к важности, когда мы говорим, насколько они ориентированы на исследования в области педобразования. Ранее я говорил о трех отношениях между отношением к педобразованию и к исследованиям. Я думаю, что все эти компоненты развиты очень хорошо в университете, и они дают высокое качество, и таким образом мы можем обеспечить подготовку нового поколения высокого качества, высокопрофессиональных специалистов. И в отчете 2013 года нашей организации, это модель преподавателей, которые строятся на этих трех столпах. И я считаю, то, что происходит в КФУ, отражает это понимание преподавания и педобразования. И это, безусловно, наукоемкий, очень наукообоснованный подход, который позволяет обеспечить профессионализм специалистов, которые выпускаются из университета. Принимаю внимание все вышесказанное, и они, конечно же, говорят о необходимости выстраивания, о том, что были выстроены, выстроена очень успешная работа на всех уровнях. И для меня нет ничего удивительного, насколько быстро КФУ растет и ее позиция растет в международных рейтингах. Я также хотел бы сказать о других аспектах, сказать о той инфраструктуре, которая создана в университете Астрономической обсерватории Энгельгард, а также ряд других объектов, которые являются важным планом в развитии подготовки преподавателей. Я хотел бы также привлечь внимание, которые представлены в Казанском федеральном университете, которые показывают приверженность ценностному компоненту, партнерству, обучению длинного всю жизнь и важности исследования. Однако, прежде чем я закончу, я хочу предложить, подчеркнуть ключевые ценности, которые мы реализуем в рамках педобразования. Гораздо более широкий спектр универсальной, гуманной, человеческой ценности, которые реализуются в рамках работы в Казанском федеральном университете. Они включают глубокое уважение жизни человека. Это справедливо для детей, семей, коллег и для всего профессионального сообщества. Также включают признание различий и необходимости позитивно и креативно реагировать на изменения. Особенно это касается национальных групп, языковых различий, культурных в том числе, а также разных возможностей интеллектуального и физического потенциала. А также важность социальной справедливости. И мы говорим о том, насколько это реализовано в КФУ. И социально справедливый подход к образованию, который практикуется в Казанском федеральном университете вообще, и в частности в рамках педобразования. Мы видим, как взаимоотношения между педобразованием и образованием, и исследования в области педобразования развиваются во многих контекстах за последние годы, включая здесь, в КФУ. Я надеюсь, что эти отношения являются важными факторами, чтобы отслеживать, как изменяется образование, наполнение, педобразование. И в заключение хочу завершить словами о работе с Мари Флоришей и ряд вопросов, которые могут быть использованы в качестве дальнейшей оценки. Первый вопрос. Как профессионализм учителей определяется и кем он должен быть определен? В чем природа взаимоотношений между сообществом практиков, исследователей и политиков? В какой степени проектное или проблемное обозначение может быть интегрировано в педподготовку, введение в профессию? И кто будет обеспечивать вот это профессиональное развитие непрерывное? И очень много различных методологий. Используются ли они? Есть ли свидетельство независимости и критического подхода в исследовании, в подходе к исследованию? И как результаты исследования распространяются в широких кругах? И если мы сможем ответить на эти вопросы в разном конкретном контексте, мы сможем предложить систему оценки, системы подготовки педобразования в каждом конкретном контексте? Конечно же, этот подход будет какой-то ограничивающий. Мы надеемся, что будут определенные вариации между подходами, которые реализуются в самых различных условиях с учетом национальной специфики, включая исторический путь развития и свои особенные черты. Как я уже сказал, два года назад силы глобализации привели к определенной степени сложностей и противоречий в системе политики в области образования. Также приводит к так называемой профессиональной глобализации. И мир, конечно же, очень противочеркнообразен. Есть определенные региональные и федеральные уровни. И если мы говорим о Европейском Союзе, конечно же, важно, чтобы такое многообразие сохранилось. Через представительный анализ мы можем понять лучше наши собственные подходы и подходы, которые практикуются нашими соседями и коллегами по всему миру. И второй важный момент моего заключения стоит в том, чтобы важно запомнить, напомнить о динамике и диагронической природе профессии, взаимодействий между исследователями, практикующими преподавателями и теми, кто пишет, создает программу. Мы видим, как меняется ситуация, как эта ситуация меняет наши ожидания и тот опыт, который мы получаем. Мы должны помнить, что преподавание — это профессия, которая связана не только со знаниями и познанием, но также она опирается на ценности и нравственный компонент. Очень важно, чтобы все эти вызовы признавались и учитывались в работе. Также того, чтобы неизменно работать над тем, чтобы развивать собственные навыки, свой потенциал в рамках своего профессионального пути. Я думаю, что это основа педагогического профессионализма. Большое спасибо за то, что вы выслушали меня. Конечно же, я предоставлю свои слайды, они будут размещены на сайте форума. И здесь вы можете видеть все источники, которые я использовал в подготовке к этому выступлению. И, конечно же, вы найдете отражение тех моментов, которые я поднимал в этих источниках. Спасибо большое, Иен, за вашу прекрасную речь. Я надеюсь, что в следующем году мы увидим вас здесь, в Казанском федеральном университете, на 8-м международном форуме по педобразованию. Еще раз большое спасибо. Да, я надеюсь, что в следующем году я лично приеду на форум. Уважаемые коллеги, по программе следующий доклад мой. И называется этот доклад «Януш Корчак и современные проблемы воспитания». Вы знаете, когда программный комитет нашего форума предложил мне выступить в первый день форума, я несколько удивилась. Я подумала, это же начало форума, посвященного серьезнейшей проблеме подготовки педагогических кадров. И здесь должны звучать доклады, может быть, более глобальные, методологические. А о педагогике Януше Корчика я буду говорить на следующий день. А потом подумала, почему Корчик? Ведь это на самом деле очень важно, что мы сегодня, в первый день форума, будем говорить именно о Корчике. Три проблемы выведены на наш форум. Первая проблема связана с детьми с особыми образовательными потребностями. Вторая проблема – педагогическое образование в условиях неопределенности, в условиях сложных условиях. А третья проблема – это подготовка педагога как воспитателя. И если вдуматься, то Януш Корчик есть в каждой из этих проблем. Он работал директором двух детских домов в Варшаве. Работал с детьми нелегкими из варшавского дна. С детьми, у которых было много самых разных проблем. Это вам первая тема нашего форума. Он был врач, который следил за тем, чтобы все у этих детей было хорошо. Вторая проблема – он работал в самых сложных условиях. Его детские дома существовали на средства благотворительности, неопределенности. И он делал все для того, чтобы создать территорию счастья для своих воспитанников. А третья проблема – Януш Корчик, как глашатый прав ребенка, является как раз самой сердцевиной проблем воспитания сегодня. Вот на этом слайде вы видите слова Януша Корчика «Изменить мир – это значит изменить воспитание». Он написал эти слова в своей очень ранней книге. Еще не написана его книга «Как любить ребенка». Книга называется «Исповедь мотылька» в самом начале 20-го столетия. Только вдумайтесь, уважаемые коллеги, более ста лет написаны эти слова. Ста лет назад написаны эти слова. «Изменить мир – это значит изменить воспитание». И эти слова звучат как нельзя более актуально сегодня. В какой-то момент в нашей стране стали думать о том, что воспитание – это дело только семьи. Воспитанием занимались очень серьезно в коммунистическом государстве. И что в изменившихся условиях мы должны прежде всего заниматься обучением наших детей. Но святое место пусто не бывает. К сожалению, там, где мы забывали о воспитании, начинаются самые различные отклонения. И очень важно, как сегодня уже сказала уполномоченная по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец, старое, новое воспитание сегодня становится на повестку дня. И поэтому я сегодня с полным правом, прежде всего потому, что я президент российского общества Яна Шукорчика, и потому, что все три проблемы, которые поднимаются на нашем форуме, касаются педагогики Януша Шукорчика, буду говорить о его взглядах. Потому что уверена на 200 процентов, что эти проблемы архи важны и архи актуальны для нас всех, для тех, кто готовит педагога. Какие же идеи Януша Шукорчика являются актуальными для сегодняшнего дня? Самая первая и самая важная методологическая идея Януша Шукорчика, которая называется «Самоценность детства». Что это означает? «Самоценность детства» Корчик говорил, дети – это не люди завтрашнего дня, они люди уже сегодня. И детство имеет такую же ценность, как и имеет ценность жизни взрослого человека. Очень часто взрослые, в том числе даже воспитатели и педагоги, я уже не говорю о родителях, считают, что детство – это своеобразный черновик жизни человека, это подготовка к жизни. Не случайно, очень часто сейчас проходят последние звонки, говорят, ребята, у вас начинается настоящая жизнь, вы вступаете в жизнь. А что до этого они не жили? Что детство у них было не жизнью? Вот отношение Корчика как раз к детству было таким, что он считал, что детство очень важный период в жизни человека. Детский возраст, долгие, важные годы в жизни человека, писал Корчик. А вот эта цитата, вторая, которая здесь на слайде, она еще более точно отражает эту позицию Корчика. Детские годы – это горы, с которых река берет начало и где определяет свое направление. Чем круче гора, тем полноводнее будет река, в которую впадает эта речка. А если мы сейчас переведем это в детство, тогда нужно говорить, чем круче детство, тем более счастливым будет человек, когда он станет взрослым. и используя вот это понятие по сравнению с горой круче. Я не имею в виду, что у ребенка полная чаша, много игрушек, через месяц отдыхают на Канарах, имеют яхты, богатство. Не об этой крутизне речь идет. Речь идет о крутом детстве, в котором ребенок счастлив, в котором его считают полноценной личностью, и что родители его видят не утром рано, перед тем, как уйти на работу, а потом сказать спокойной ночи, и оставляют на попечение чужим людям. А они проводят с ним много времени. Можно отправиться в поход с ребенком, и ребенок будет бескрайно счастлив. А можно отправить его в самое невозможное путешествие, но без родителей. Он не будет счастлив. Очень важно прожитие счастливого детства, для того, чтобы ребенок стал хорошим, взрослым. Это первая идея корчика, которая на сегодня весьма актуальна. Очень часто сегодня взрослые родители закидывают ребенка всевозможными игрушками, их много сегодня. Айфонами самой последней марки. Если ребенок задает много вопросов, то ему говорят, да у тебя все есть, но возьми свой айфон, возьми планшет, посмотри мультик. А ребенку нужно общение. Следующая идея, очень важная идея Януша Корчика, это уважение прав и личности ребенка. Как это важно сегодня? Нет детей, есть люди, говорил Корчик. На польском это звучит так Это звучит очень гордо. Он называл детей малорослым народом и считал, что к ним надо относиться на равных. Посмотрите вот это цитата «Сто детей, сто людей, которые никогда-то там, не еще, не завтра, а уже сейчас люди. Не мирок, а мир. не малых, а великих, не невинных, а глубоко человеческих ценностей, достоинств, свойств, стремлений, желаний». И если мы будем относиться к ребенку именно с этих позиций, к каждому ребенку, сто детей, сто людей, очень разных и каждый уникален, только тогда можно добиться и понимания со стороны ребенка. Янушу Корчика неслучайно называют адвокатом прав детей. Начало 20-го столетия это время, когда была принята Женевская декларация прав ребенка, 1924 год. Кстати, конечно, с гордостью надо сказать, что первую декларацию прав ребенка написал наш отечественный педагог Константин Николаевич Венцель. Корчик тоже написал свой манифест, который называется «Право ребенка на уважение». Если сравнить два документа с Женевской декларацией прав ребенка 1924 года и книгу Янушу Корчика о правах ребенка, становится понятно, что они немножко по-разному написаны. Не о тех правах говорит Корчик. Я не буду останавливаться на всех правах, которые есть описаны в книгах Янышу Корчика, они здесь на слайде. Но о некоторых из них скажу. Посмотрите, право ребенка на уважение, его незнание и труда познания. Ребенок приходит в этот мир, познает этот мир и ему нужно в этом помочь. Самый распространенный ответ на вопросы «почемучек» у родителей «Ну, сколько ты можешь задавать эти вопросы? Ну, возьми айфон, ну, включи мультик». Право ребенка быть тем, что он есть. Это право, я считаю, одно из самых главных среди системы прав Януша Корчика. Право ребенка быть тем, что он есть. А это право мы зачастую нарушаем. Каким образом? Мы рисуем модели выпускников, мы рисуем наш образ того, каким должен быть мой ребенок или выпускник такой-то школы, такой-то гимназии, и пытаемся их всех подогнать под одну марку. А у каждого ребенка есть право быть тем, что он есть. Надо только докопаться до этого, до этой его особенности и не пытаться построить его по вашему представлению. А мы это делаем сплошь и рядом. Я мечтала играть в детственное пианино, говорит мама, но не получилось. Зато мой ребенок непременно сыграет полонозагинского или еще что-то супер произведение известное лунную сонату Бетховена. А ребенку это совсем не надо. Ребенок готов сутками рисовать. У него совсем другое я, другая природа. Надо дать ему право быть тем, что он есть, и не пытаться из него сделать музыканта через силу. Таких примеров очень много. У детей есть право на ошибку, говорит Корчик. Для взрослого всегда есть поговорка. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Ничего и на старуху бывает проруха. А ребенку ошибки не прощаются ни родителями, ни педагогами. право на тайну, право на движение, право на собственность, право на игру и право на смерть. Вы скажете, да что же это такое? Как? Корчик? И говорит о праве на смерть. Человек, который разделил последние минуты жизни собственных воспитанников, отправившись в печь треблинки и он писал о праве детей на смерть? Разве это возможно? Дают разные трактовки того, потому что он не объясняет этого. Почему Корчик говорит о праве на смерть? Одни Корчиковеда говорят о том, что Корчик был сторонником Евгеники, поскольку его отец умер в психиатрической больнице и сам он не завел собственную семью, боясь повторения вот этих вещей у своих, у его наследников и поэтому он считал, что у детей с явными отклонениями есть право на смерть, но я придерживаюсь другой позиции. Право на смерть как право на риск. У Корчика есть удивительная фраза, боясь, что ребенок, мой ребенок, наш ребенок умрет, мы не даем ему жить. Слушайте Света, боясь, что он умрет, мы не даем ему жить. Мы ограждаем его от всего, не даем ему самостоятельности, не даем ему права выбора и так далее. Вот это является также сердцевиной педагогической системы Януша Корчика. Создавая свой детский дом в 1912 году в Варшаве на Крахмале 92 он определил цель воспитания обеспечить детям свободу гармонического развития всех духовных сил, высвободить всю полноту скрытых возможностей, воспитать в уважении к добру, красоте и свободе. Я еще раз напоминаю, с какими детьми он работал. Он работал с детьми варшавского дна, а поставил амбициозную задачу создать в своем детском доме территорию счастья, территорию справедливости, территорию, в которой детей ценили. И этого он добился. Вот у меня в руках две книги. Одна книга Ольги Медведевой и Натву Януш Корчик и пусть им живется легче. И только сейчас, буквально вчера увидела вот эта книга Марши Талма Шнайдер из Нью-Йорка педагога, который многие годы работал с детьми, называется Януш Корчик скульптор детских душ. Что объединяет эти две книги? В обеих книгах рассказывается о судьбах воспитанников Януша Корчика. В этой книге интервью, которое дали Марши, Талма, Шнайдер, воспитанники, бывшие воспитанники Януша Корчика, о том, как они жили и как они добились многого своей жизни благодаря Корчику. Они рассказывают о том, как было организовано воспитание в детском доме. Это история, это то, что было у Корчика. А эта книга другая, это уже современность. Это книга рыцаря Международного Ордена Улыбки, профессора МПГУ Димаковой Ирины Дмитриевны. Книга о опыте создания интеграционного Корчиковского лагеря «Наш дом». Так назывался один из детских домов Януша Корчика. На будущий год будет отмечаться 30-летие этого лагеря. 30-летних, 30-зимних лагерей. Более 4 тысяч детей, которые прошли через эти лагеря. Это опыт выдающегося педагога, создавшего эту воспитательную систему на основе идей Януша Корчика. Здесь прошлое, как это было, а здесь настоящее, как это есть и как это продолжается. И это лишнее доказательство того, что идеи Януша Корчика действительно являются весьма и весьма важными. Вы знаете, еще раз возвращаюсь к этой цели воспитания, которая здесь на экране. через какое-то время после окончания, после ухода из детского дома, 14 лет уходили воспитанники из детского дома, Корчика пришли его бывшие воспитанники. Они сели вокруг него и сказали ему очень обидные слова. Они сказали, вы неправильно нас воспитывали, пан доктор, потому что вы здесь в детском доме создали оазис. За стенами детского дома совсем другой мир. Вы нас не готовили к жизни в этом мире, очень суровом, жестоком, грязном. Почему вы не так нас воспитывали? Здесь мы верили в истину, справедливость, честность, добро, а за стенами детского дома совсем другая жизнь, даже в наших семьях. Корчик сказал, я создал мне оазис, я очень хотел показать, что можно жить по-другому. Вот в этом и как раз и должна быть главная цель воспитания. Очень часто и студенты, которых мы готовим к тому, чтобы отправиться в школу, будущие педагоги говорят, Роза Алексеевна, да нет этого в школе, совсем по-другому относятся и к детям, и к педагоги другие. И всегда я говорю им, а давайте начнем с себя, давайте мы будем другими. Вот тогда что-то будет меняться. Основные принципы воспитания, принцип уважения личности по корчику, уважения личности и прав ребенка и детского коллектива, и принцип взаимодействия разумного воспитания с активностью детей в самовоспитании. На первом принципе долго останавливаться не буду, потому что о правах ребенка уже сказала. Но здесь обращу ваше внимание на слово детский коллектив. Очень часто говорят о детском коллективе, а это проблема тоже сегодняшнего дня. очень часто говорят, детский коллектив это изобретение большевиков, коммунистов. Детский коллектив, он нивелирует личность, он превращает его в винтик тоталитарного государства. И не нужен детский коллектив. А скажите на милость, где ребенок должен самореализовываться? Ему нужна эта среда. И поэтому Корчик и создал в своем детском доме, в двух детских домах, он создал как раз это детское сообщество, основанное на уважении, основанное на признании каждого ребенка на основе метода самоуправления. А вот второй принцип, на нем чуть-чуть остановлюсь. Посмотрите, принцип взаимодействия разумного воспитания с активностью детей в самовоспитании. Корчик считал, что результатом любого воспитания должно быть прежде всего стремление ребенка к самовоспитанию. Вызвать это желание достаточно легко. Взрослые научились манипулировать, и они могут это сделать, вызвать желание измениться. Но очень часто у ребенка не хватает ни сил, ни умения изменяться, самовоспитываться. И здесь нужна опять-таки помощь педагога. Корчик говорил о том, что он не признает двух крайностей в воспитании. С одной стороны педагогика подавления, принуждения, мы это называем авторитарной педагогикой, а с другой стороны педагогика вседозволенности, радикальное свободное воспитание. он пришел к идее о разумном воспитании. Золотая середина, разумнее выхование на польском языке. Что такое разумное воспитание? Первое, это бескорыстие воспитания. Мы воспитываем ребенка не для себя, для него самого. И слова о том, что я родила ребенка, чтобы мне было кому подать стакан воды перед смертью, это абсолютно неправильная позиция. Вторая позиция, конкретное диалектическое видение каждого ребенка. Что это означает? Опять сто детей, сто людей. А мы сравниваем каждого ребенка с каким-то другим ребенком. И говорим, видишь, уже Петров делает раз, два, три, а ты еще не можешь. Зато этот Сидоров умеет совсем другое раз, два, три, то, что не умеет делать Петров. Очень важно видеть, сравнивать ребенка с самим собой, что у него изменилось по сравнению со вчерашним днем. Третий постулат разумного воспитания это постоянное глубокое изучение ребенка. Вот здесь Йен Ментер начал свой доклад с этого высказывания соболезнований всем казанцам, руководству и ученикам 175-й гимназии города Казани в связи с трагическими событиями. Молодой человек, который устроил это страшное событие, все характеризуют как человека спокойного, неконфликтного, молчаливого во все годы обучения в школе, а затем в колледже. И он пошел на этот шаг. А кто знал, что у него внутри? Кто знал, какие у него идеалы? Для того, чтобы это было, нужно, чтобы рядом с ними постоянно находились люди, которых мы называем педагоги психологи, тьютеры, как угодно. Но сегодня, к сожалению, в школе психолог на 2000 детей, что он может сделать один? Сопровождать, помогать, советовать классному руководителю? Или те 5 или 10 тысяч, которые платят классному руководителю, разве они могут спасти ситуацию, чтобы докопаться до каждого ребенка? Это важно. Постоянно и глубоко изучать каждого ребенка. И тогда мы будем знать, что происходит и каким образом он движется вперед или не движется. Воспитание с опорой на положительное. Вот здесь у Корчика есть очень такое смешное высказывание. Он говорит, что вы говорите, что вы петух, ну и оставайтесь им, только не громко пойте. он считает, что не надо пытаться искренять отрицательное, надо взращивать положительное у ребенка. Пусть остается в нем какие-то качества, но если мы будем за счет его особенной любви, предположим, собаки, и показывать это перед всеми остальными, какой он знаток собак, он знает все породы, он может делать то, то, и то, и так далее. Вот тогда, конечно же, за счет развития его положительных качеств можно давиться затушевывания отрицательных. Понимание и терпимость воспитателя во взаимоотношениях с детьми, все понимать, это значит все прощать, говорил Корчик, и это самое сложное. И развитие стремления к самовоспитанию, о чем я вам уже сказала. Вот это основные характеристики разумного воспитания. Но заканчивая свое выступление, я бы хотела сказать, что Януш Корчик был нашим коллегой. Он не просто был руководителем двух детских домов. Януш Корчик еще и воспитывал будущих учителей. Он работал в педагогическом институте Варшавского университета, читал лекции, проводил практические занятия, у себя в детском доме создал бурсу, куда приглашал молодых людей, которые за кровь и за пищу в свободное время от учебы в университете, в консерватории, в физкультурном институте 4 часа своего времени в неделю дарили детям. То есть они проводили воспитательную работу, мы скажем сегодня внеурочную воспитательную работу. по-разному он организовывал свои занятия. Одно из занятий было очень необычным. Он привел студентов в рентгеновский кабинет и привел туда маленького ребенка, своего воспитанника. Он его раздел до пояса, поставил перед рентгеновским аппаратом. ребенок, который увидел в темной комнате большое количество незнакомых дяди, теть. Да еще этот аппарат конечно испугался. Его сердечко стало биться в его грудной клетке как птичка. А Корчик показал на экран и сказал ребятам, студентам, смотрите, и запомните на всю вашу жизнь. Именно так бьется сердце ребенка, когда вы злитесь на него, когда вы дергаете его, когда вы обижаете его. Запомните и никогда так не поступайте. Завершу свое выступление предисловием книги Януша Корчика, когда я снова стану маленьким, предисловием для взрослых. Вы говорите, дети нас утомляют. Вы правы. Вы говорите, надо опускаться до их понятий, опускаться, сгибаться, сжиматься. Ошибаетесь. Не от этого мы устаем, а от того, что надо подниматься до их чувств, подниматься, становиться на цыпочке, тянуться, чтобы не обидеть. Благодарю за внимание. Завершает наше пленарное заседание доклад Шерилл Крейг из Техасского университета ЭНД, колледж стейшн США. Пожалуйста, you are welcome. Добрый день, меня зовут Шерилл Крейг, и я сегодня хотела бы презентовать свой доклад. Я являюсь председателем ассоциации ИСАД, и сегодня моя тема это поворотные пункты в исследовательской работе в жизни, перипетии современности. И я думаю, что это очень актуальная тема для нас сегодня, потому что наш мир совершенно непредсказуем. Я хотела бы начать с того, что хотела бы поблагодарить Казанский федеральный университет за приглашение. Это всем известная конференция, форум ЭФТ, посвященный вызовам современности, современной подготовке преподавателей, учителей. И еще раз хотела бы себя представить. Я Шерил Крейг, я председатель международной ассоциации, связанной с преподаванием и преподавателями. И мы вскоре отметим годовщину в 2023 году. Годовщина нашей ассоциации будет отмечена в Бари, в Италии. И что же такое перипетия? Ну, это поворотный момент, это какие-то абсолютно неожиданные изменения в нашей жизни. И, безусловно, одним из таких неожиданных изменений, потрясений стала пандемия COVID-19, которая охватила буквально весь мир. Сегодня одна страна страдает от этой ситуации, а завтра другая. Например, моя подруга Тарава из Индии сказала мне на днях, ты знаешь, я даже боюсь дышать тем же воздухом, что и остальные. К сожалению, я не смогла присутствовать в Казани в 2020 году из-за пандемии, и тогда я провела онлайн-лекцию, и я была уверена, что в 2021 году я уж точно приеду в Казань, но вот я снова, к сожалению, не могу присутствовать, и хотела бы направить вам вот эту фотографию васильков, которые весной цветут в Техасе. Итак, что же такое перипетие? Вернемся к нашей теме. Это древнегреческое слово, которое впервые было упомянуто Аристотелем, а затем это слово было заимствовано Джеромом Брунером. И, безусловно, перипетии в первую очередь связаны с изменением повестки в исследовательской деятельности, и это как раз тот период, когда мы проходим через эти изменения. К изменениям, неожиданностям можно отнести все те события, которые переворачивают нашу жизнь с ног на голову. И, возможно, мы можем в качестве примера привести штормы, снежные штормы в Хьюстоне. Это местность, где не бывает снега. Или, например, вулканы, которые то и дело начинают извергаться в Исландии. И даже стрельба в Казани, сложно поверить, что такое было бы когда-либо возможно. Это то, что нас очень сильно шокирует, удивляет, иногда расстраивает. Но самое главное, это приводит нас к мысли, что эти перипетии не позволяют нам предсказать, что будет происходить в будущем. И я хотела бы поговорить об одном аспекте, как эти перипетии становятся ценным опытом для учителей. И, безусловно, реформы становятся тоже такими изменениями, перипетиями. но я бы хотела оценить реформы, как они влияют на восприятие чувства и эмоций учителей и обсудить шесть реформ в средней школе. Я работала со многими учителями, например, с Дэри Уилсоном. работала в течение 20 лет. Сейчас он уже не с нами. Лора Кёртис работала с нами 16 лет. Она опытный учитель. И Анна Дин, она начинающий учитель, которая с нами шесть лет. Я никогда не могла подумать, что она станет учителем, но она стала прекрасным учителем. Итак, я бы хотела обсудить все перипетии в этой самой школе, о которой я говорю, и мы подумаем с вами вместе и оценим последствия таких реформ. Итак, Джером Брюннер называет такие перипетии эволюцией, этапом развития, шагом к чему-то новому. И мы попытаемся обсудить, как все эти перипетии становятся чем-то новым, ценным опытом, как они влияют на нас. Итак, мы поговорим о роли этих перипетий на примере шести реформ. Первая из них произошла в 1967 году, продолжалась до 2000 года. Итак, реформы обычно происходят и инициируются разными структурами. Первая реформа, которая началась в 1997 году и закончилась в 2000 году, была государственной. Она была связана со стандартизацией подходов и методов обучения. Когда вам говорят, доктор Крейг, вы будете обучать этому предмету конкретным образом, с использованием конкретных методов, и они учат это местор. Проблема в том, что при таком подходе нет никакой вариативности, свободы. Мы должны помнить о том, что любой учитель отличается, все училия разные, и такой подход не позволяет развивать креативность учителей. Поэтому школьные реформы это очень двоякое чувство в отношении этих реформ. Нам кажется, что с одной стороны это настоящий подарок, с другой стороны это приносит целый ряд проблем. Какие же итоги, результаты этой реформы? Во-первых, консультанты ушли с работы, 20 преподавателей были уволены, и даже директор настолько устал от этой реформы, что решил уйти на пенсию. Ну что, давайте перейдем ко второй реформе. Итак, та же школа, те же люди. И эта реформа в первую очередь была связана с требованием, что все школы должны были создавать некое стандартизированное общее сообщество учителей, что в целом звучит как хорошая идея. Но мы должны помнить, что это такое форсированное требование, это не естественная потребность учителей в создании такого сообщества. и многие учителя, многих это подломило. И вот здесь я привожу цитату моей коллеги Лоры Кертис, которая говорит, что она начала чувствовать себя как бабочкой под стеклом. Такое ощущение, что ей казалось, что кто-то еще теперь управляет процессом преподавания, и она ни за что не ответственна, хотя все эти годы, пока она работала, она была уверена, что она несет ответственность за результат своего труда. Ну и какие же результаты? Четыре учителя уволились, один завуч уволился, и, как вы видите, тоже весьма-весьма двоякие результаты. Итак, третья реформа, которая происходила с 2007 по 2009 год, и я бы хотела здесь рассказать вам о ситуации, в настоящем диалоге, который у меня был с директором школы. Я ему сказала, мне кажется, что назревают какие-то конфликты, и я даже не знаю, чего ожидать. И он тогда сказал мне, что права, он сказал, что да, ты абсолютно права, и на самом деле те требования, которые мы сейчас предъявляем к учителям, они сковывают учителей, и, конечно, учителя не хотят быть так называемых наручниках, они хотят быть скованы в своей работе. И чем закончилась эта реформа? Один учитель уволился, четыре консультанта уволились, и, как вы видите, мы опять потеряли людей. Итак, четвертая реформа, которая была с 2009 по 2012 год, и здесь я помню, как я разговаривала с Анной Дин, нашим молодым учителем, и она сказала, что ей кажется, что на самом деле, пока учитель находится в центре настоящего шторма, и вынужден решать кучу всяких проблем, его работа не ценится. И что же произошло в результате этой реформы? Ну, во-первых, Анна Дин уволилась из школы, и вообще она ушла из профессии, она перестала преподавать, но спустя несколько лет она переехала в Англию и продолжила работать с учителем там. и в частности аспектом этой реформы была оценка, стандартизированная оценка учителей, эффективности учителей, и, конечно, это пагубно сказалось на результатах реформы. Следующая реформа, которая имела место с 2013 по 2015 годы, и была связана со стандартизированными рабочими тетрадями, которые были выпущены одной конкретной компанией, получившей контракт, и все ученики учились именно по этим рабочим тетрадям, но никому они не нравились, в частности родителям не нравилось то, что они были слишком тяжелыми, и было достаточно тяжело носить в портфелях. Ну, а ученикам они просто не нравились по своему содержанию, и учителям пришлось работать с этими стандартизированными учебными пособиями. И что же случилось? Ведь в школе было очень много других пособий, которые до этого прекрасно использовали в процессе обучения. им пришлось все эти учебники спрятать на полке, или у них были в аудиториях, в классах специальные ящики, куда они вниз клали учебники, которые использовали раньше, а сверху те, которые им навязали государство. Или даже они устанавливали небольшие шторки, которые позволяли закрыть полки, книжные шкафы, где были те учебники, которые использовались раньше, но были запрещены на сегодняшний день. И конечно мы можем догадаться о том, что такие подходы абсолютно негативно влияют на образование, когда это стандартизированные учебники, которые производят только одна определенная авторизованная компания, издательство. И перейдем к следующей реформе. Это реформа 6, имеющее место с 2015 по 2017 годы. И связана она с индивидуальной оплатой труда в зависимости от вклада каждого учителя. Например, учителя, которые преподавали музыку, получали лишь 500 долларов на дебатке, тогда как наши звездные учителя, которые готовили учеников по математике, получали 5000 бонуса. ученик, и безусловно, это также пагубно сказалось на общих подходах к обучению. и это привело к тому, что мы потеряли заучей и директора, и это было достаточно унизительным опытом, и, к сожалению, директора, который вынужден был покинуть школу, он с тех пор вообще не работал с теми образования. Итак, что же мы можем, каким можем результаты выделить? Во-первых, мы должны понять, что все эти реформы привели к тому, что мы потеряли большое число учителей, они просто уволились, и это, конечно, главные потери. И, как я уже сказала, к реформам всегда двоякое отношение, и вот это как раз одна из причин, почему. также в результате реформ мы отметили, что увеличилась попытка контролировать и влиять на деятельность учителей. И мы должны сказать, что всегда уходят из системы только самые лучшие люди. И я помню свою коллегу, которая вынуждена была уволиться, она была так расстроена этим. Она просто не могла выносить отношения к себе в школе, и ей не хватало отношения к ней как к настоящему профессионалу своего дела. и другая моя коллега, которая проработала 6 лет и вынуждена была уволиться, потому что ученики оценивали ее эффективность, она получила очень низкий бал, и она просто не могла это переваривать, и поэтому вынуждена была уволиться. как раз то, о чем я говорю, когда вы ощущаете себя бабочкой под стеклом, она сказала, что не могла больше выносить этого контроля, и и к примеру, человек, который занимался грамотностью, подошел ко мне, и консультант, который подошел, и то, как он обращался с другими, я не выдержу этого, и они сразу перенесли на уровень директора, и это уже был другой директор, и они сообщили консультанту, что она не должна себя так вести, если она преподаватель, и я ей просто не буду платить, и были определенные результаты, но интересно, что этот учитель, который был выбран этим консультантом, он ушел, но знаете, он ушел, он стал руководителем отдела грамотности в другой школе, то есть люди, которые, соответственно, потом реализуют, уходят, но самое удивительное, результаты становятся очень плохими, но то есть они уходят, и они получают возможность реализовать этот потенциал в других школах, то есть очень важно понимать, кого вы отпускаете, кто уходит, и может быть найти возможность как-то им помочь, это очень важно подумать об этом и принять это внимание, но также никто не находится в безопасности находясь на той или иной должности, первый директор, она была очень в безопасном положении, находилась, затем появился консультант и превратил ее жизнь в кошмар, затем пришел второй директор и который был в эпатаже и начал действовать как будто все хорошо, то есть нужно показывать хорошие результаты и соответственно это снизил безопасность консультанта и потом возникла ситуация мотелька под микроскопом и когда преподатель находится посреди самой бурьи в это неспокойное время и ситуация с рабочими тетрадями, как все это развивалось, но они по-прежнему остались в классе, эти тетради было сказано о системе оповещения, если бы это было сказано, эти тетради бы оказались в каждом классе таким образом, как она должна быть. И в конце даже школы это не замкнутая система, всегда может что-то вмешаться. в итоге они перешли в резиденцию штата. И как сделать так, чтобы эти районы и школы были лучше? На основе чего мы можем судить о том, насколько они неуспешны или неуспешны? И опять еще одна цитата. То, к чему пришли, все связано с данными. Данные имеют ключевую роль. и конечно же, если мы посмотрим на все реформы, каждая из них была связана с стандартизацией моделей преподавания, сообщества профессиональных учителей, стандартизация семинаров по письмому и чтению, учебных материалов, стандартизация тестов, как люди получают дополнительные баллы, стандартизация везде и всюду. Но мало внимания было выделено благополучию учителей и все же они те, кто работает непосредственно с студентами, с учащимися и которые позволяют системе работать и решать главные архиважные задачи. И что же у нас здесь есть? Так все замыкается на стандартах и никакой речи о гуманизме или об опыте, который получает или который проживает учитель и учащийся вопрос интегрированного обучения. И ирония всей этой ситуации в том, что стандарты это создавали проблемы, которые нужно были решать и школы оказались в проблеме, потому что они не отвечали этим стандартам и им давали новые стандарты, которым они должны были отвечать и должны были соответствовать. И таким образом стандартизация не работала и мы опять пытались найти новое решение. Что же мы можем извлечь из этих поворотных моментов? Что нам чему нас могут научить эти перипетии? В каждой ситуации есть момент изменения, которые позволяют изменить наш подход. Даже при четком понимании, когда учителя уходят, это приводит к тому, что школа, меняя свою рюрисдикцию, она попадает в подчинение всего штата. Изменения касаются всех. Изменения в форме многочисленных перипетий это наша реальность. И какую бы они форму не приняли, нам нужно быть готовым. И очень сложно предсказать, какую форму они примут. Предопределенные изменения только начинают проникать в школы и учителя, жизнь учителей и учащихся. И все это происходит внезапно, когда мы меньше этого ждем. однако эти перипетии и те, которые мы увидели в рамках пандемии коронавируса и миллионы других, они приводят к хаосу и необходимости принимать решения незамедлительно. Я хочу в завершении своей презентации говорить одной строчкой. Стандартизация это не решение проблемы. Большое спасибо за ваше внимание. Большое спасибо Шерл за вашу презентацию. Надеюсь, что мы лично увидимся с вами лично на 8-м международном форуме по педагогическому образованию. Уважаемые коллеги, первое пленарное заседание 7-го международного форума по педагогическому образованию подошло к концу. Продолжение следует... Продолжение следует...